Мы еще не закончили с Оливье, потому что, конечно, из всех Оливье наибольший интерес для нас представляет Оливье президента, Оливье Путина, которому в очередной раз, в общем, досталась накрошенная в огромном блюзе страна, и это вот то, что называется Оливье всем Оливье. А у нас, благодаря тому, что мы все ингредиенты и компоненты путинского Оливье, у нас появилась ясность, и мы все не верили, что вот так в это все можно заиграться, что это будет так. Но теперь, по крайней мере, все понятно. Понятно, что выхода и обратного пути уже нет, что давно пройдены все точки невозврата, и что никогда еще, наверное, за всю историю человечества, вот никогда один человек не концентрировал такого количества абсолютной власти. Вот вся Византийщина, весь диктат, вся возможная власть, все, вот абсолютная свобода в накачивании жандармов всех типов, правами, привилегиями, окладами, возможность ненавидеть здравый смысл. Он может себе это позволить, потому что вокруг бесконечная очереда лебезящих артистов, запуганных академиков, и никогда еще, наверное, лезть прихвостней не была такой безудержной. И вот смотри, да, когда мы говорим про беспощадность и абсолютность власти, конечно, вспоминается Сталин, и возникает опасение, повторение полностью в деталях сталинского опыта. Но я вообще подозреваю, что Сталин был существом очень своеобразным. И одной из причин массовых репрессий, одной из причин уничтожения такого количества людей было то, что он был, конечно, дико наивен и романтичен, дико неопытен. Он был профессиональным грабителем банков, профессиональным вором, бандитом, мятежником. И вот ориентируясь на личный опыт, он подозревал очень многих людей в смелости. Он мерил по себе. И ему в голову не приходило, до какой степени народ труслив, и его можно не убивать. Он ничем не опасен. Мы видим, что Путин, по-моему, не собирается никого массово уничтожать. Ну и к тому же, зачем уничтожать массово, когда вполне можно будет оттянуться на одной интеллигенции. И его тоже можно понять, потому что вот обратил внимание на абсолютно поделинный тон Пескова, который сообщает о том, что он хотел бы умереть на могиле хозяина, и о том, что когда Путин его ругает, ему не хочется жить. Это действительно голос пса, который не успел донести одну белую тапочку и до нужного места. И вообще всем нам этот абсолютизм, конечно, обойдется настолько дорого, что невозможно себе представить. Все непоправимо. Никакого обратного пути нет. И отчасти еще и потому, что, конечно, есть виновник того, почему нет. Вот сейчас несколько миллионов человек нуждаются в профессиональной реализации. Просто потому, что у них такая профессия, их профессия сажать и насиловать. И невозможно на весь карательный аппарат Российской Федерации найти столько преступников. Вот невозможно обеспечить всех интересантов. А вот эти люди, которые работают в органах, это преимущественно с довольно прочными представлениями о честности люди. Они не хотят есть даром свой хлеб. Они не хотят получать просто так, за халяву, за безделье, разгибая в кабинетах, изгибая скрепки. Они не хотят получать зарплату. Вот отправив по этапу десяток интеллигентов, пяток, да, допросив, изувечив, посадив, вот тогда можно к окошку с зарплатной выдачей вставать с чистой совестью, напевая. Это такая очень интересная разновидность совести. На ней еще можно под определенным углом, поворачивая ее, разглядеть знак качества СССР. Это чисто советская совесть, которая тоже вернулась, как и вообще все чудовищные проявления СССР. Интеллигенция, правда, быстро закончится. Это хороший расходный материал. То есть она умеет там рыдать перед расстрелом. Из распахнувшегося чемодана вываливаются томики бессмысленных стихов. Это все поднимает настроение, самооценку и молодым операм, и следователям, и дознавателям. То есть тут есть чем взбодриться. Но вообще хорошо, конечно, что у госаппарата большая часть сил уходит на воровство и коррупцию. Иначе они весь энтузиазм обращали бы непосредственно на нас. Сейчас их хоть что-то отвлекает. И если вот жандармы всех мастей, они могут, то что называется, тонизировать себя допросами, посадками и пытками. Но есть же не силовые министерства, где тысячи особей в костюмах мучительно ищут себе применение, чтобы оправдать свою зарплату в 75 тысяч рублей. И от тоски, от чистого безделья они придумывают совершенно идиотические постановления, регулирующие высоту елки в квартирах, маркируют картофельные семена, какие семена являются антисоветскими и какие можно высевать на участках, а какие нельзя и за какие надо наказывать. Они могут обсуждать даже вот степень эмалированности эмалированных вёдер, из которых ведется придорожная торговля старушками. И это несколько совещаний, это согласования, это подписи задействованы в вопросах обсуждения эмалированности эмалированных вёдер, примерно 50 человек, но они чувствуют, что они служат Отечеству. И вот на содержание легионов этих бездарей, плодящих для нас проблемы, деньги, разумеется, есть. Как они есть, вот, например, там было продемонстрировано роскошное шоу, обошедшееся в несколько миллионов в Ижевске, где местная епархия, церковь абсолютно спаялась с цирком, образовав такой симбиоз с патриотически-православным представлением. На это деньги у них опять есть. На организацию домов престарелых, несмотря на мой адский истошный крик в каком-то из выпусков Невзоровских сред, помнишь, я где-то сообщал о тех гигантских цифрах, которые мы получаем, как только наступают холода. Здесь 8 человек, здесь 17 человек заживо. Ну, чего мы имеем? В эту ночь опять 7 парализованных старичков и старушек, которые в Тюменской области заживо сгорели в нелегальном доме престарелых, потому что в легальных домах не хватает ни тепла, ни коек, ни мест. И вот на это денег как не было, так и нет. А вот на всех вот этих вот обсуждателей эмалированности, эмалированных ведер деньги, разумеется, есть. И понятен расчет режима. Он хочет иметь кого-то, кто в решающую минуту порвет на себе тельник и встанет за этот режим грудью. Это большая ошибка, потому что, знаешь, была всегда разновидность монахов-доминиканцев, которые жгли еретиков просто, чтобы погреться у этих костров. У них не было никаких особо благочестивых замыслов. Можно еще зефирки жарить. Маршмеллоу. Маршмеллоу. И вот мы видим, что Мишустин, премьер-министр, он с таким петровским, медно-всадническим выражением лица. У него такое бывает, когда он точно знает, что его не видит Путин. Он поклялся и объявил о сокращениях госаппарата. Сокращение выглядит потрясающе, потому что в рамках этого сокращения будет создано, цитирую, сводно-аналитическое управление правительства и еще семь, если не ошибаюсь, департаментов, то есть различных структур. То есть массовое сокращение чиновников, следи за мыслью, должно привести примерно к трехкратному увеличению численного состава чиновников. Тут не надо искать логику, вы свихнетесь, Лиза, и вы тоже. Это просто надо применять как данность. И вот это вот размножение чиновничьих паразитов, оно неостановимо. Россия никогда в своей истории не была покрыта таким толстым слоем чиновников, как в эти дни. И вот я думаю, что когда будет все-таки, наверное, посмертное вскрытие России, тот великий патологоанатом, который будет его совершать, он обнаружит, что ничего, кроме чиновных паразитов внутри, нет ни легких, ни сердца, ни мозга, никаких внутренностей. Есть только паразиты, которые кишат и наполняют собой кожаный чехол. И причем это вот ту оболочку, которую мы видим там на корточках, но в митре и с чикистскими погонами. Да, вот подлинное лицо современной России.